я на месте на все семьи смотрите да вот у вас туманные дожди по ночам мокрый снег зимой где-то уснула так кастрома живут привет населись небольшие морозы краснодарский край видно слышно звук хороший виталий говорит валентина курган всем добрый вечер федосеева здравия вам спасибо за то письмо илью я всех приветствую елена добрый вечер сергей казачинская приветствует эльвира добрый вечер привет маскирии блинова всем здравия долголетний приятного вечера кругу друзей галерея константиновича ольга тюмень вечер добрый мирослава мирослава рах еще одна мирослава теперь у меня будет 2 мирослава а да еще одна раз орал нет мирослава интересно рядом мирослава рах и мирослава зыбина вот обоих вас приветствую вот мирослава зыбина это такой же уровень примерно как у нашей лица на савинич другое дело удастся или пробиться именно вот он как умение в реках синич какой подвой подойдет за венгерки розовой грации и так далее правильно поняла что китайки да вы правильно поняли что китайки нет ничего близко который подходит китайками занимает давно а вот они в сибири давно уже вот и помните я доброй душой вспоминал о нашего это бойкову галю николаевну теперь же бывшего директора фишинска высота испытательной станции вот китайки пошли как раз от нее такой знаете это такая величайшая редкость я еще пару слов скажу про бойкова аэльянсанцевич не даст соврать они тоже хорошие знакомые она помогала это сделать диплом моему сыну сергею вот этот самый агроном и диплом агронома только тоже никому не нужно вот а китайки когда я видел целый большой сад промышленный сад из китая подчеркиваю промышленный сад я пересполз с уважением потому что я же рассказывал существует порядка двухсот сайтов которые украли мои фотографии а если брать что еще есть множество популярных фотографий не моих но действительно популярных найдите меня сад с черными абрикосами в россии ну пожалуйста найдите сад с персиками вот такими вот найдите а в саднице продают а пишут что это наш значит вырастили мы вот получается что китайки прошли и заняли законное место у меня выбора не было или китайки или ничего я хотел эти когда китай было полно причем всех цветов радуги они сейчас полно но сейчас и большинство дать заброшенные еще собирает по заброшенным дачам печи просто мало мало обеспеченные люди собираются сдают скупщик а вот еще есть на рассвет китай позади а у меня выбора не было на тот момент китай было полно и я использую как по двое а потом уже отказаться не мог прежде всего ну такие плоды получаешь на китайке оторжение ну бывало отторжение бывали успехи вот поэтому еще раз говорю вы дальше пишите как смотрите левенгерки грации и так далее а дальше пишет а дальше левенгерок не подойдет виде по двое а я правильно поняла что китайки да и венгерок не подойдет а подойдет конечно у меня на чем венгерка появится на китайке то что вы неправильно поняли да виды разные хорошо бы иметь какую-нибудь особую дикую венгерку знаете такую с мелкими плодами морозостой а где ее взять венгерка это европейский вид вот это только говорят что венгерка из венгрии на самом деле черт его знает а как-то на венгрию попала вот ну где взять морозостойку венгерку нигде а это особый вид остается братья и венгерка это венгерка китайка это ленклод ну а дальше мы считаем фору ленклод что вы написали знаете уже 2209 вебинар привет из екатеринбурга на осенний снег ветром и телевую связь она зато красота плюс 5 я хочу краса на себя почему на себя врезать я испугался проснуться я между двух огнём вот плохо поздно нарежь вообще беда чердяков остались возьмут проснуться потом кому не нужны и минимум ольга тюмень еще подскажите китайки отличаются только цветом или курс у них разный косточки роста розовый есть милище так значит есть такое понятие то что риска китайская группа когда-то это было так причем я фантазирую близко кистины китай начали двигаться на север двигались начали попали приморья потом хабаровский край дошли до камчатки и до сахалина ну как они двигались ну что понадежнее кто-то замерзал посуду понадежнее а привык как никто и не мечтал какие времена то были в лесах хунхузы помните да и так постепенно все-таки они двигались и двигались до того что их раздражали только кусочками и они остались достаточно мелкими и какие мы хотели бы иметь как соседние азии вот но расцветка получилась самая разная та которая выделилась как желтая помните желтая хапты желтая уссурийская вот они и так и где-то пришлось название желтая уссурийская то есть если говорить уссурийская значит желтая а китайка это более широкая память если бы кто-то взялся составить какой-то реестр именно китай через год он бы сошел с ума я не шучу только у нас их было несколько десятков разновидностей почему они все опыляют другу как хотят что хотят то и творят мне бывали двухцветной крапинку вот у меня не было тогда такой это аппаратах сейчас я вам такой бы резко показал еще нужно сохранить а кто будет сохранить кому нахрен извините надо по-русски говоря все это богатство фактически было загублено сейчас примерно если я знаю садах все бывают осталось проценту 5 10 этого обилия что было я чтобы не были голосом я вынужден опять исполняюсь опять вынужден говорить об этом почему потому что я приехал в сетом году весной 85-го я рванул на рынок ой нет не так еще на рынок это засаживаться а в 84 году осень знаете что было сказать я приезжаю поселок майна там у нас были эти как и называть вся медицина была манией что она высокая закладывался город и вот он рынок я смотрю ужас человек 100 перед каждым по низком ветер до 10 лет а покупатель 0 я единственный они смотрят на меня с такой тоской а еще понятие могу а какой хрен несколько сотен ветер а люди состоят и видно что покупатель никто не собирается у них покупать а че они делают разговариваются оказывается скупщик должен был приехать еще это богатство забрать и не приехал вот это все сколько добра выкинули для них портится быстро ладно проехали еще хотели пример привести другой раз вот так теперь смотри что вы пишите ольга тюмень китайка для себя только цвета или вкус у них разный и для меня только цвета для меня вкус у них везет одинаковый кроме уссурийская желтый вот там действительно она самая сладкая красно-синяя у них вкус с горчинкой но лучшего по двое нет для меня как я понял если брать по двое именно китайки из всего обилия именно красно-синяя случае по двое пусть я принимает привык раз красно-желтая тоже прекрасно поливает привык но не настолько сладких у вас ващава есть нельзя у меня есть случаи когда мой друг вырубил все эти китайки красно-желтые сказал их есть невозможно сильно сладкий даже сибирь сильно сладкий топор это правда клянуть богом я уже боюсь к богу клятся но кто может поверить что самый сладкий сливы взять вырубить но это факт мне бы он врать не стал я говорю где твои китайки вырубил просто и дальше теперь кольской желтый розовый с наличие да есть наличие спасибо соликамск привет здравия галина ржев здравствуйте сегодня с вами разговаривали что ли раз ржев а северный урал здравствуйте николай екатерина нет видео трансляции только звук а вы жалко если вы не видите ничего вы как жалко сегодня получил у меня посылки с орехами и семенами спасибо быстро дошла за 5 дней и из петров здравствуйте лоббасов здравствуйте из мальянской области так снова николай поделим в это лету получил первый рожай яблок мелко присылал сергей посадил в октябре под снег все выжило ну спасибо во первых невольная реклама вот но если вы мне не присылали эти самые фотографии яблок мелко первого рожая я с вами больше не играю все так на мило поротникова посылку с книгой костюм получил большое спасибо карина 35 галина где-то выше была галина а ржев 35 это температура свиньи на архангельского области черт донесло вас туда же с вашими способностями любой другой области вы уже были бы это первый архангельского яблокса я вам не завидую хотя я видел ваши прекрасные фотографии с урожая как заказать книгу вот на сайте сначала надо вам найти мой электронный адрес можете просто позвонить я по телефону беру ручку и пишу ваши данные записываю вот говорю что книга стоит если вы про последние предпоследие предпоследие которая стоит 500 рублей в электронном виде назовем и номер один номер два это самая записка за все равно 100 рублей стоит бесплатно но это бумажная электронная тоже 500 вот а третья книга вот свеженькая на стоит 1500 твердые обложки цену устанавливания извините сейчас секундочку и отключу это кто-то из вас мария через час я закончу позвоню ровно через час я закончу по интернету это мои подопечные сколько у вас подописки не могу сосчитать до сих пор ладно смотрим и так или вы мне звоните 8 960 776 86 72 мы с вами разговариваем по телефону я записываю ваши данные а вы мне 1500 за книгу накинем пару сотен за пересылку так рим да она походу еще тупая но так нельзя говорить жена такая запомните сейчас благодаря вам у меня уже груши были всем нрави ну хорошо что были опять вы мне на фотографии не посылали груши не надо у меня особая папка теперь насчет тупых жена запомните если бы я сейчас по какой-то по какой-то причине взял бы и вот бывает там какой-нибудь колдун волшебник сказал все с этого дня три женщины вот с первым делом у меня есть ружье первым делом я бы застрелился вот почему рожать нам не дано выносить родовые муки не дано ночами не спать вот может быть даже буду хоть знаете почему мы женщины стареют быстрее нас выходите об этом а хотя бы до пяти лет лучше до семи ребенка сами родите вы кормите вот и окажется что вы знаете что это значит нельзя так говорить о жена вообще женщина для меня допустим женщина это святое когда я хотел завалить женщину я перерастилался как ковер он знаю что меня ждет такое это это самая награда за это вот и настоящая любовь и любить ее надо не за то что тупая не тупая потом вдруг окажется что ваша жена она еще и это может работать где-то на своей основной работе и прекрасно справляться эта работа но главная задача женщина это родить и вырастить ребенка из-за этого надо любить 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 и был сделан так что мужику дал больше гормонов они называются мужские гормоны так так и называются хотя на самом деле у женщины все столько же чуть меньше ну меньше да не у всех бывает и бог дал более развитые мозги только потому что у нас этого мужских гормонов больше а им дал вот такую судьбу ты все в наше время время полу нищеты в наше время когда не знаю что детям ребенка вы знаете почему мне сейчас звонили сказать деньги сейчас просить будет некому это вырастить детей некому помочь а это еще преступление нищета это унижение самое страшное даже нет унижение это унижение на всю жизнь никогда не будет полноценных здоровых граждан которые выросли мне все день никогда потом говорят у нас рабской психологии вот меня сильно задели эти слова что она походу тупая она может быть свое дело знает лучше нас еще рожать умеет и носами не спать пока вы кормит одного потом второго потом третьего болезнь вот извините наболела